Каждый час на Мамаевом кургане смена почетного караула. Сейчас вот на Мамаевом курган зайдешь в город, а тогда города не было. Прямо в прах сгоревший весь. Одни так трубы торчали. Все было развалено, все сожжено. И Волгу видно было как на ладони. Где я живу, сейчас на этот бухган залез, и видать Волгу было. Все было разбито. Владимир Никифорович Харченков. Столевар завода Красный Октябрь. Кавалер ордена Октябрьской революции. С войны он принес домой два ордена славы, медали за отвагу, за взятие Берлина, за освобождение Варшавы, за оборону Сталинграда. Вот где я как раз учился ремесленное училище номер два. Тут проходил передний край. Немцы уже заняли ремесленное училище. А мы, значит, здесь вот забор заводской проходил. Здесь вот клуб Ленина. И Мартыновский цех номер один. Где и деды, и отцы работали, и братья все. На этом Мартыне работали. Я, значит, отцу своему несколько раз туда поить. Расскал еще пацаном, когда был маленьким. А мне мать была пошлять отнести, сынок, отцу обед. Ну, здесь вот заняли мы оборону, значит. Вот здесь я получил первое боевое мое крещение. Немец, значит, обычно проходил психическими атаками. Они, знаете, в черных мундирах, пьяные, но лезут прямо напролом. Мы почти что всю ночь отражали атаки немецкие одну за одной, у которой у нас было НЗ боеприпасов, кончалось. И мы, питание, у каждого солдата все были на исходе. И никакой надежды не было на то, чтобы кто-нибудь нам днем переправил откуда-нибудь такие боеприпасы. Потому что Волга прострелилась не только днем, но и ночью. Немец спускает ракеты, надолго, очень долго висит. Пробраться с левой стороны направо очень было трудно. Командир батальона вызывает меня, Володя говорит, самый опытный человек в этой местности, знаешь эту местность. Я, говорит, поручаю наш батальон, ищи где хочешь боеприпасы. Я вышел с передней линии, ну, в Лостовске. Немцы очень обстреливали сильно. Пробрался до самого берега. Ну, на берегу стояла разбитая лодка. Там были трещины, вот как кулак пролазить, она была совсем почти разбита. Там тряпки собирал, зашпаклевал ее, зашпаклевал эту лодку и направился на левую сторону Волги. Приехал я туда, погрузил в первый припас, восемь ящиков, патрон, два ящика, паттеровских патронов, это противотанка, они называются, паттеровские. Два ящика граната, всего ей 12 ящиков, потому что полная лодка нагрузила, и поплыл. У меня лодка не утопала в воду, значит, на четверть, наверное. Немец замечал дважды и открывал огонь с артиллерией дважды. Как заметить, черную точку на Волге, так, он до тех пор по ней бьет, пока он ее уничтожит. Он бил, 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 бил. Ага, ну она так это на волнах, ну прямого попадания не было. То ледолет, то перелет. Ну в общем, воды почти полная лодка и осколков, наверное, 10 было в лодке. Былся благополучно, боеприпасы привез, спрятал все боеприпасы. Вот на заводе «Красный Октябрь» там была изысковая обжигательная печь. Вот в этой изысковая обжигательная печь я спрятал все эти ящики, взял с собой ящик гранат и ящик патрон. Пошел на передние линии. Как раз к рассвету я пришел к своему командиру батальона, доложил ему, вот ящик принес патрон и ящик гранат. Ну он меня обнял, расцеловал и говорит, спас, вообще, весь батальон спас. Если бы эти патроны не принес, то бы немцы нас бы обязательно столкнули в голову. Нам бы деваться было некуда. Мы же дали клятву, за Волгой земли нет. Стоять до последнего и умирать только здесь. Ну вот благодаря, значит, что я принес боеприпасы и наш батальон выставил. Ну пацан был молодой, 16 лет был. Я солдатам не числился. Я просто добровольцем, пацаном пришел и все. Ну я так остался. Не считай, как это, гаврош. И вот встреча была у участников сопротивления Франции и мы тоже. И вот мне когда назвали, говорят, это вот наш гаврош. 39-й дивизии 120-го полка. Французы как кинулись меня целовать. Все, и женщины, и мужчины целуют меня, у них гаврош тоже. Ну, собственно говоря, и все. Да, очень мало осталось. Вы представляете, вот мы пришли сюда. 13 тысяч в нашей дивизии было. А осталось 80 человек. И вот уже один помер недавно в Москве. Вот уже осталось 79. С 13 тысяч 79 человек в 68-м году встречались. Я всех их вот привел в дом, к себе. Столы понаставил. И я хотел их так угощать. Хотел вот каждому котелок дать, ложку им и котелок. И жена моя наливала суп там, прям в котелок. Но котелков я не нашел. с ним. Спасибо. 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 Продолжение следует...